Как сегодня выглядит ситуация в Назаровском районе? Много ли сегодня людей болеют? И что сегодня здравоохранение, на ваш взгляд, справляется с ситуацией? То, что касается коронавируса, понятно, что у нас это все не обошло. Ситуация по сельсоветам разная. Где-то побольше больных, где-то именно на сегодняшний день больных практически нет с коронавирусом. Но основная часть больных у нас в Назаровском районе находится на амбулаторном лечении. Это говорит о том, что тяжелой формы именно не так и много. Поэтому те, кто нуждается именно в стационаре. Основная масса у нас больных на сегодня на амбулаторном лечении. То, что касается и данной центральной районной больницы нашей номер 2, и Степновской нашей тоже больницы участковой. Потому что данные собираются ежедневно, они поступают нам из больницы. Соответственно, данные поступают к нашим главам сельсоветов, чтобы они могли уже отслеживать, чтобы больные, те, кто находятся на амбулаторном лечении, либо на самоизоляции. То есть они себе не позволяли таких вещей, чтобы просто свободно передвигаться по поселку. Поэтому вот такие вещи отслеживаются. Понятно, поступают какие-то отдельные звонки на наличие лекарственных средств. Но о чем мы слышим, это только проблема, в общем-то, не только даже нашего района, города, либо края. В общем-то, проблема повсеместная, что каких-то средств на сегодня не хватает. Но, по крайней мере, чтобы конкретно кто-то нуждался и не получил эту помощь, такого нет. Более того, очень оперативно берутся анализы, то есть таких задержек, вот больших, как я слышу, по другим территориям люди не могут там неделю дождаться анализа, там еще, либо какие-то вещи теряются. Но такого не происходит, по крайней мере. Вот на сегодняшний день я сама поднималась в нашу больницу, потому что их сегодня тоже, к сожалению, многие находятся на больничном месте. Приходила к ним, мы вместе обсуждали, как мы дальше работаем. Ну, в смысле, вопросы они пытаются решить очень оперативно, хотя есть заболевшие среди докторов. А вам приходилось вмешиваться для решения, может быть, какой-то частной проблемы? Кто-то обращался к вам за помощью? Ну, по крайней мере, до этапа, до последнего времени какие-то частные моменты есть. Особенно были обращения такие, что вот у нас есть информация, что он откуда-то приехал, особенно когда мы отслеживали всех, когда у нас были карантинные меры. То есть люди прямо так сообщали сами, вот по нашей информации он приехал оттуда-то, там есть этот как бы вирус. И мы вмешивались, просто людей садили на самоизоляцию, либо если говорили, что он общался, например, там с таким больным, то есть отправляли докторов и все. Но такие вот случаи были. Сейчас как-то вот поменьше уже люди осознали то, что это реально существует, и поэтому как-то стали более ответственно относиться еще и сами, видимо, бояться и последствий. Поэтому вот уже такого свободного практически нет. Ну, приходится жителям Назаровского района кого-то заставлять надеть ту же маску? Ну, конечно, приходится очень много, вот по крайней мере до последнего момента, когда все были на работе. И то, что касается торговых точек, это рейды, это, то есть те, сейчас слово, которое очень употребимо, да, превентивные меры. И то, что касается и точек общепита, и касается каких-то рабочих мест, я имею в виду, у нас все-таки сельское хозяйство, это непрерывный цикл, это предприятие, которое не закроет ни на какой карантине, не ограничивает посещение. В общем, вот эти рейды, как только соответствующий указ уходит, мы тут же все начинаем работать. Ну, нарушения, да, были и штрафы, о чем мы же понимаем, что были какие-то штрафы, потому что люди не соблюдали. Ну, и сегодня мы понимаем, что принят указ, да, губернатор о том, что маска одевается и при выходе из дома на улицу, потому что мы должны сейчас более ужесточиться. Чем, наверное, в селе немножко сложнее понимание. В общем-то, в селах не так и много людей, будем говорить, на улицах, по крайней мере, нет такого скопления, как в городе. Поэтому, ну, человек идет один по улице, он может практически никого не встретить, если это маленькое село, ему так бы тяжело вроде от кого. Но я думаю, что мы все-таки это все и отсматриваем, и развешиваем какие-то информационные сообщения, и главы работают, и подключаем всех из завклуба, и все, чтобы вот, ну, такие вот. Вот все вместе тот актив, та общественность, которая всегда, в общем-то, активна, чтобы вот доводить до людей, потому что сегодня же мы понимаем, не все читают, может быть, газеты, не все владеют, особенно пожилое население сегодня, да, у нас, чтобы через информационную систему, через интернет, таким владеем информации. Поэтому только доносить вот так, через, развешивать такие объявления на местах, где люди собираются, это магазины, это ФАП, как вот это, так вот так. Чтобы оповещать таким образом. Да. Галина Владимировна, а вот с момента начала пандемии, до сегодняшнего дня, сколько вообще смертей от коронавируса было в Назарском районе? Ну, вообще, мы избежали как-то смертельных случаев весной, у нас не было, в общем-то, в районе. Но то, что касается осени, это два случая. Два случая, по крайней мере, по тем данным, которые на сегодня есть, да, официальные, это пожилой человек, это бабушка, и, к сожалению, это мужчина 57-го года рождения в поселке Преображенка. Но они с сопутствующими наверняка заболеваниями? Ну, как бы, понятно, что не с ковидом в итоге, но факт тот, что вот два таких случая есть. Галина Владимировна, не могу не спросить, а как Вы относитесь к тому, что вот сегодня врачам запретили говорить о ковиде без согласования там с вышестоящим министерством, вплоть до Министерства Российской Федерации? Как я отношусь, ну, то, что мы владеем информацией, я имею в виду, что нам больницы дают о тех людях, всё. Но, знаете, я активный, допустим, да, и в силу работы, вообще человек. Я такие противоречивые данные нахожу, да, и в интернете, и везде, что я просто сама теряюсь, да. Один доктор говорит одно, другой доктор говорит другое. Совершенно противоположные точки зрения высказываются, да. Это употребляйте, это не употребляйте. Другой доктор говорит ещё что-то, и говорит, такие симптомы какие-то. Я всё-таки считаю, информация должна быть проверена, это моя точка зрения. Потому что вот эти вот противоречивые данные, они людей, ведь психика разная у людей. Поэтому тот, кто может быть не совсем с такой устойчивой психикой, может подреагировать по-разному на эти сообщения. С другой стороны, это выглядит так, словно у нас врачи, не квалифицированные в какой-то степени. Ну, врачи, мы будем говорить, у нас же не все инфекционисты, да. Ведь всё-таки это вирус, это инфекция. А доктора сегодня и терапевты все. Конечно, они переучиваются, они учатся сами, я считаю. Поэтому, ну, сегодня и тоже... То есть где-то не хватает, наверное, знаний, да, для того, чтобы судить? Может быть, да, вот именно давать ту информацию. Сегодня и докторам, наверное, обучаться. Они уже в процессе практики обучаются-то, когда сегодня сталкиваются с таким числом большим, там, больных или потоком. Ведь мы буквально вчера, да, смотрим, что увеличилось число обращений в скорой помощи буквально в некоторых регионах в два, в три раза. Мы понимаем, если у человека даже температура 37,1, он именно начинает, начитавшись того, что паниковать, а тот, кто реально нуждается в помощи, может не получиться. Так информация, наверное, должна быть каким-то образом отредактирована, потому что, ну, я говорю, ну, и среди докторов, конечно, есть люди разные, мы будем говорить, и тоже кто-то более эмоционален, кто-то практик, кто-то всё. Поэтому я, в общем-то, спокойно отношусь, считаю, это официальной информацией столько, даже официальной информации достаточно, что её можно, в общем-то, отслеживать. Ну, а сегодня один предлагает лишить этого доктора лицензии, там, да, там, так решил политический деятель, либо кто. А читая это всё, можно просто тоже запутаться во всём этом и начинать воспринимать, как бы так. Потому что сегодня, насколько я знаю, у докторов у них есть и сегодня регламенты, по которым они лечат, да, и если какие-то вносятся изменения, они тут же эту информацию получают, применяют. Ну, поэтому, ну, в общем-то, то, что есть уже достаточно, а вот этот поток, потому что кто-то, мы же понимаем, желает на этом сыграть и внести какой-то, может быть, даже исказить что-то, да, мы же понимаем, чтобы внести какую-то волну, может быть, вот, волну волнения, да, среди населения. Да, населения, да, вот.